Сегодня с вами Ник, и я хотела бы спросить у наших зрителей, знают ли они, как размножать пальчатый коренник или яртышник. Вот он растет на такой клумбе, тут уже все цвело, на улице дождь. Ему уже третий год, у меня он. Первый год он цвел, то есть я принес его цветущий. Второй год он просто рос, ну ладно, пусть растет. И вот сейчас у него уже появился цветонос. Я бы хотел как-то его размножить, то есть без применения грибов. Ведь все растения размножаются как вегетативно, так и генеративно. Генерары это слово производить, то есть это семенами, спорами и так далее. А вегетативно это всякие черенки, побеги, вот вы поняли, я думаю. В общем, я думаю, что если отрезать цветонос, может быть появится что-то наподобие нового, не знаю, может новое растение как-то появится. Ну, в общем-то вот, оно такое уже массивное стало, то есть толстенькое, даже сбоку хочу показать. Вот. Под чем-то похоже на пафиопедилум. Маунди, ну, который с такими, с зелеными цветами, и листья у него тоже в крепинку. Еще один, вот, еще одно то, что я бы хотела сделать. Или пусть он этот год цветет, а в следующем году, если он попробует свистить, то я натворю цветонос и посмотрю. У него пойдет боковой цветонос, или у него пойдут из пазух листьев какие-нибудь побеги. Ну, просто я не представляю, как это может появляться, то есть... Хотя нет, представляю, ну вот представляете, как луковицы налили их. Также у него, не знаю, из пазухи листьев вырастет бульбочка, а потом она отвалится. Ну, мало ли. В общем, вот, поделился с вами своими догадками. Всем пока, с вами был Ник.